Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня чуток-перехожные ногти для работы. Они с гель-лаком, но частично уже там есть и укрепление акригелем на некоторых пальцах. Ногти трескаются, ногти лопаются на мясе, и даже с кучей материала не перестают это делать. Тут вот у нас проблемка треснутого ногтя. Эта трещина была выше, когда мы ее закладывали твердым материалом, но вот она сросла, и в зоне рабочей части ногтей пошла трещина дальше вдоль ногтя. Радует, что эта трещина уже безболезненная, с мяса она сросла, и начиная работу с этим ногтем, придерживаю его своим пальцем и убираю длину фрезой. Если это невозможно сделать из-за чувствительности, то оставьте, ее можно будет убрать, когда зафиксируется ноготь материалом. Снимаю цветное покрытие и базовый слой тоже. Чтобы заложить трещину, в ее зоне нужно убрать материал по максимуму. Далее принимаем решение сделать этому клиенту овал, но чтобы не елозить долго пилкой по ногтю, я срезаю его кусачками. С овальными ногтями меньше шансов, что появятся новые трещины, так как нагрузка на эти части будет минимальная за счет отсутствия углов. Трещину ногтя я тоже откусываю кусачками, потому что такую большую трещину материал просто не выдержит. И снова образуется трещина уже вместе с новым материалом, а проблема так и не решится. Ноготь оставляем пока в таком виде и приступаем к маникюру. Субтитры сделал DimaTorzok Помимо стандартного комби маникюра я решила подключить сюда вот такую пухлую фрезу пуля. Она лучше поднимет мне кутику и зашлифует срез от ножниц. И вот результат. Я не дорезала трещину до конца, потому что там близко уже располагался гиппонихий, да и этого в целом достаточно. Главное с краю не будет за что цепляться. На форму выкладываю агрегель, в целом все равно какого он цвета. Многие используют или намешивают такой желтоватый оттенок для более натурального вида, но под покрытием цветного гель лака все равно что за цвет будет, поэтому я использую прозрачный. После просушки материала нужно оформить его пилочкой, чтобы ничего не цеплялось и ноготь выглядел ровным. Для более ровного покрытия я наношу сверху базу. Это база от Космопрофи, она более вязкая чем база вот в этой бутылочке. Базу в старой бутылочке я могу наносить только тонким слоем под наращивание, либо коррекцию твердым материалом. А вот этой базой уже можно сделать хорошее выравнивание под гель лак. Вот такое выравнивание ею получилось. И наши ноготки с новой формой даже как-то освежились. И мы надеемся, что с новой формой трещины на ногтях нас уже не побеспокоят. Цвета гель лаков я подобрала вот такие. И это сочетание мне кажется интересным. Именно этот ноготь я покрываю двумя слоями серого гель лака. И на второй слой цветного гель лака я посыпаю микроблестки черного цвета с отблеском серого. И этот напитанный блестками слой отправляется на просушку. Делаю его специально самым первым, чтобы пока я буду прокрашивать и сушить в лампе другие ногти, этот дизайн наверняка просохнет, пока будут сушиться остальные ногти. Но излишки блесток можно смахнуть уже после одной минуты в лед лампе. Но есть один минус в том, что я сделала этот ноготь самым первым, что все остальные ногти, вероятнее всего, тоже будут в блестках. В целом это небольшая проблема, но вот липкость из базы вместе с осыпавшимися блестками придется убирать салфеткой. Наконец-то выкрашиваю этот оранжевый цвет. Кстати, вы заметили разницу оттенков между летним оранжевым и осенним? Я, например, вижу осенне-оранжевый, как раз вот такой, как наш, он не такой яркий. Этот ноготь после двух слоев цвета перекрываю финишем без остаточной липкости. И не просто так, к нему еще мы вернемся. Мизинец серой основы покрываю финишем от Космопрофи с сатиновым эффектом. Он меньше всего пачкается и по нему удобно рисовать. Краска держит свою форму и не расползается по фактуре бархата. В этом случае очень уместен именно сатиновый топ, хоть он и не дает такого ярко выраженного бархатного эффекта. А я рисую розочки черной гель краской без остаточной липкости, заполняя весь ноготь. Многие, кстати, спрашивают, кто выбирает дизайн. В основном это делаю я. И клиенты настолько к этому привыкли и совершенно не против, что когда я спрашиваю, что будем делать, они такие, а ты что, ничего не придумала? Так что вот как-то так. А тут мы вернулись к среднему ногтю и хочется добавить ему блеска, который также нужно посыпать на цвет гель-лака. Пока я рисовала серым цветом, сочетание казалось мне необычным и интересным. Но когда посыпала черные блестки, напомнило мне это мотив Хэллоуина, который уже давно прошел. А в целом такое сочетание характерно не только для осени, но и для зимы. Вспомните только мандаринки и блестящие фонарики в темноте. Сразу навеивает новогоднее настроение. Я надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Ссылочки на гель-лаки вы найдете в описании прямо под этим видео. А я всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока!